я вас приветствую на моем канале четвертая часть видео девчонки неприятность с молнией наконец-то она мне пришла вот такая вот молния 60 сантиметров в магазине не нашла не хотел не хотелось черные только были вот-вот как счеты вяжет чехия хотя раньше было проще сейчас почему-то прям такой кипиш в лавке у меня сантиметровая лента крючок мы будем делать уже было на моем канале этот способ я думаю некоторые из вас смотрели видели его и вот такая вот иголочка чтобы в нее пролезла одна нить вязальная она проткнула сейчас попробуем плохо освещение я над я буду стараться чтобы вам было все видно днем я сейчас нахожусь у дочки вот здесь вот с этой стороны у меня пеленальные вот этот вот штукенция и я целый день собираюсь снимать видео и все у меня не получается поэтому снимаю ночью вот вам тут вам бабушка я девчонок и я уже бабушка так что вот так значит я беру основную пряжу воротник я связала в час вставляю видео как я его вязала вот сегодня у нас четвертая часть нашего совместника не знаю вяжите вы не вяжете отпишитесь мне интересно успеваете не успеваете на каком вы этапе все поздно недостающие части кто не видел кто включил первый раз вот это видео мы вяжем мужской кардиган от брюнелла кучинели это уже заключительная часть все уже мы связали все видео будут ссылочка под видео в описании нажимайте плейлист с мужские с мужской одежды и там в этом плейлисте будут все вот эти вот видео так я сейчас что я делаю на спице 2 миллиметра я набираю петли для горловины по горловине значит здесь по одной петли как у меня тут лежит а далее будет из каждой кромочной так вот уже пошло здесь у меня кромочная я из каждой кромочной вытаскивая по одной петле и так набрала я сейчас посчитаю сколько у меня получилось чтобы вы могли примерно ориентироваться раз два три 4 так сто семь петель у меня получилось и первый ряд прекрасно нечетное количество петель то что мне нужно первый ряд я провязываю лицевыми петлями чтобы я сейчас нахожусь на изнаночном ряду и с лицевого ряда это будет такая себе имитация кетлювки вот это же вряд лицевыми петлями потом перейду на резинку один на один и буду высоту резинку один на один первую ниточку ниточки мне должно хватить чтобы без узлов на весь на всю молнию теперь вот смотрите давай положила клубки на персональный столик вот нормальная я бабинцы я хочу вам просто показать потом будем булавочкой вот как это выглядит что воротника ну то есть длины этого всего больше лучше больше чем меньше меньше не должно быть это я вам говорят говорила в прошлом видео значит вот моя молния вот видите его больше я все равно его я буду припасаживать вот таким вот образом так все дело это все булавками будет делаться и вот таким вот образом это все прощается на молнию там смотрите вот то есть свобода есть вот детали молния в натяжку даже как бы как кажется что теперь знаете что теперь мы берем воротник сгибаем пополам и от центра начиная с этой петельки не то которая у нас на сгибе находится а вот сайта считаем кромочные количество кромочных так у меня здесь 113 девчонки кромочных и вот эти 113 кромочных нужно определить по вот этой вот молнии значит у меня . сантиметр я ставлю первую точку мне придется наверно доказать пару рядов но в общем я посчитала что 113 это будет 5 мили 60 сантиметров молнии я делю на количество этих кромочных 113 у меня получается 0 5 и 3 там где-то так ну то есть по пол сантиметра я же буду смотрите начинаем всю дать срединки я буду по 5 сантиметров я если что завяжу еще пару сантиметров воротника вот воротнике мы будем это все дело корректировать раз то есть я по пол сантиметра делаю такие разметки не пропускайте этот как бы эту процедуру путает от этого раз зависит ровность нашите а ваш ваша вашей молнии то есть вот это вот пол сантиметра это соответствует то есть у вас может быть и пол сантиметра обратите на это внимание это у меня красиво чуть больше но я лучше завяжу выше воротник и выровняю потом уже я вам это все дело покажу вот там на данном этапе и отмечаю вот этим видите точечками отмечаю это все на обеих сторонах стараюсь чтобы параллельно были эти точки так смотрите девчонки вот я разметила параллельно прикладывала трафарет коробочки и я прям про чертила это у нас закроется оставила пол сантиметра служит там из получилось у меня вот сначала 118 вот этих черточек я сейчас не придется конечно же довязать этот то есть у меня будет выше воротник чтобы у меня на каждую вот эту пришлось 1 кромочная петля вот что еще хотел сказать теперь я беру иглу с нитью конечно же это кропотливая работа ну ну что поделать значит и начинаю отсюда раньше не надо это мы все спрячем воротник вот один стежок вот перед иголочку втыкаем перед обозначением сильно затягивать не нужно потому что нам сюда нужно будет продеть крючок и вытягивать не нужно и затягивать не нужно сразу после разметки вытаскиваем продеваем то есть с изнаночной стороны сейчас я вам покажу видите у нас будут тут такие малюсенькие протяжки носки и носинки совсем основная как бы протяжка она будет на лицевой стороне внимательно за этим следите на лицевой стороне все вот вот Продолжение следует... Вот так вот я прошиваю обе стороны. Только смотрите внимательно. Начинаем мы сверху, а внизу заканчиваем. Так, девчонечки, смотрите, как я это все дело прошила. Ой-ой-ой, потеряла. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас я вам покажу. Значит, вот это у меня низ. Молния у меня с двумя концами. Так что здесь у меня остались ниточки. Это мы будем потом прихватывать молнию. И тут с иголочкой прям. И мне нужно начать шить снизу. Сама... Сам... Воротник еще на спицах. Припязала еще два ряда. Но решила оставить, чтобы потом уже определюсь по вот здесь. Значит, что мне здесь нужно? Я первым делом прикреплю нить на краешек. Так. Смотрите, вот здесь вот нам нужно будет, конечно же, прихватить иглой. Поэтому первый стежок я вот здесь вот сделаю крючком в холостую. Оно у нас будет крепиться сюда. И со второго стежка я буду пришивать так. Даже с третьего. То есть мы вяжем цепочку, девчонки. Видите? Вот два стежочка я провязала этой цепочке. Это у меня пойдет на молнию, на перекрытие как бы здесь. Далее я продеваю крючок в кромочную. То есть я провязываю цепочку в кромочную. Захватываю за вот этот вот стежок на молнии. И провязываю цепочку. Следующая кромочная. Стежок. Провязываю цепочку. Так, вот таким образом мы продвигаемся. Видите? Край у нас свободный. Это мы подащем вот этой нитью, которая у нас осталась. Здесь нам придется... Тут просто я не могла прошить. И этот край, понятное дело, нам нужно закрепить сильнее. Чтобы там такое место гуляющее. То есть для этого мы считали количество кромочных. Для этого мы делали эту разметку. И сейчас я вверх прям провязываю. Тут у нас все припосадится. Потому что вот это уйдет. Свобода. Тут важно определить, очень важно, длину молнии. Чтобы ее равноверно припосадить. А длину молнии я рассказывала, кто уже дошел до этого момента. Думаю, мне это те уже знают. Я рассказывала в прошлом видео. В каком месте нужно измерять. Чтобы понять правильную длину молнии. Это вы перейдите и посмотрите. Ну, я думаю, вы уже смотрели, вы уже определили, раз вы молнию купили. Вот. И таким вот образом я продвигаюсь вверх. То есть я прошиваю это все за каждую петельку и за кромочную. Все. Так. Вот я провязала, девчули. Доверху. Смотрите. Видите? И закончила как бы последнюю вот эту ниточку. И закончила еще, увела пару стежков туда дальше. Вот. Теперь это все у нас будет вот так вот. Отвернуто. Завернуто. Вот. Вот. Поэтому пока закончила так. И теперь, чтобы у нас все совпало максимально, как бы, чтобы мы попали. Я, конечно, не знаю. В идеале начать тоже снизу. Я не знаю, получится пока еще. Не знаю, получится ли у меня. Если снизу, наверное, не получится. Нужно будет. Да мне неудобно будет очень сильно. Значит, нужно сверху. Сверху нужно отсчитать кромочные сверху. Раз, два, три, четыре, пять, семь, восемь, девять, десять, один. Двенадцать, двенадцать. С тринадцатой начинаем. Значит, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Вот она тринадцатая. Из нее я начну. Раз. Так, сейчас посмотрю. Вот тринадцатая и... Раз, два, три. Холостой. Раз, два, три. И со следующей я начинаю пришивать. Здесь, вот смотрите, здесь, девчонки, очень важно, чтобы совпало вот это вот. Правильно начать, чтобы совпала эта часть. Ну, мы, если что, тут недалеко распустить. Поэтому мы можем эту часть потом подкорректировать. То есть, сейчас давайте я прям привожу это все привяжу. Мы с вами посмотрим. Можно пропустить один стежок, если он лишний. Ну, в общем, смотрите, в этом месте нужно эти, эти места нужно корректировать. Ну, тут, что удобно, если вдруг вы не попали, то просто распускаете цепочку и корректируете. Корректировать можем как? Можем корректировать, девчонки, тем, что один стежочек пропустить. Либо в один стежочек провязать две кромочные. То есть, это смотря куда. Либо подвинуть вверх. Вот здесь я буду пропускать стежки. Кстати, я вот уже сделала, а здесь пропускала. Потому что мне показалось. Смотрите, я там два стежка пропустила. Давайте заново. То же самое вы можете делать как бы и в этом. Вот видите, что, знаете, слишком большие волны. Пропустите один стежок. Если волны на полотне, то один стежок пропустите. Если волнится молния, то из одного стежка вы вяжете две кромочные. Вот таким вот образом как бы корректируйте. А вот здесь вот я пару стежков пропущу. Потому что мне не нравилось, как ложиться. Поэтому здесь я там пропустила и здесь пропущу. Вот видите, оно само показывает, что вот здесь вот нужно бы пропустить. Потому что плохо ложится. Здесь я ничего не пропускала. У меня как-то оно все улеглось. Естественно. То есть здесь получается кромочные больше, чем стежков. А другая плотность, потому что... Потому что это резинка. А я-то считала по вот этой, наверное, расчет был на ту плотность. Ну, вообще-то я не по плотности. Я по общему количеству считала. Вот. Так что смотрите. Отпишитесь, у кого тоже так, что на бороднике пришлось пропускать стежочки. Это из-за разности. Вот. Плотности. Здесь садится все отлично у меня. Вот бородник. Не очень. Теперь нормально. Теперь видно, что нормально. Так. Вот видите, смотрите. Очень важно то, что я говорила. Чтобы совпало здесь у нас все. Нет, не совпало. Так что там, где я смотрю. Вот я пропустила, поэтому эту... Видите, что я делаю? Здесь я вот эту петлю пропустила. Мне нужно поднять выше, чтобы совпало. То есть я распустила, и я ее все равно провяжу. Значит, я подниму вверх, и у меня совпадет. Если уходит вниз, вернее, вверх, то надо пропустить еще стежок. Конечно, не быстро это дело. Ну, ничего. Так, сейчас я дохожу. Сейчас проверка. Так, совпали? Да, мы совпали. Поздравляю нас. То есть вот эти вот две. Еще и слепая. Нет, девчонки, я не совпала. Смотрите, я ухожу ниже. Вот она моя. Значит, я еще раз пускаю. Вот хотя бы будете понимать, как это все. Вот я пропустила. Значит, ее не нужно было пропускать. Вот главное попасть вот в этом месте. Может, вам вообще не придется пропускать. Может, это мое ощущение. В общем, пробуйте, девчонки. Корректируйте. Дети у меня. Надеемся, что с третьего, с третьей попытки получится. Вот, ура, наконец-то я попала. Все, дальше я могу. Вот, смотрите. Все, дальше я пришиваю вниз, девчонки. Теперь второй ключевой момент. Вот это переход от резинки. Сюда мы должны попасть. Так, здесь у меня, девчонки, вот, прошлась. Все совпало. Немного. Ну, нет, в принципе, все, смотрите. Ровная молния. Еще утюжочком здесь подкорректируем. Так, вот здесь вот, да, я говорила, что должно совпасть. Все у меня тут хорошо. Вот главное вверху, вот там вот, соединить этот воротник. И все. Дальше оно пойдет. Нужно, конечно же, и иглой пришить. Ну, мне кажется, это такой самый простой способ. Потому что иглой, я думаю, можно. Вот здесь вот тоже одну пропущу, что-то мне кажется, нужно выровнять немного здесь. Сейчас, может быть, я вернусь. Нет. Или да. Вот так, как раз, все так, как и здесь было. И здесь еще два стежочка и далее иголочкой. Все, самое сложное у нас позади, девчонки. Так, есть. Вот у меня здесь была иголочка. Вот она. Так, вот что я делаю. Здесь мне нужно попытаться. Это все дело. Хорошо здесь прихватить. Пластиковая, зараза, не протыкается. Так, девчонки, на этом этапе вот эту часть я оставлю. Я ее не буду пока с ней ничего делать. Потому что я нахожусь у дочки. И здесь нужно острая игла с большим ушком. И у дочки ее нет. Чтобы проткнуть вот эту пластиковую часть. То есть вы, я думаю, вы с этим справитесь. А я вам покажу эту часть уже тогда с капюшоном. Кстати, раз мы заговорили про капюшон. То есть вот эти хвостики я в данный момент доделать не могу. Потому что у меня нечем. Вот. Я вам покажу это все как бы в чуть-чуть незаконченном виде. Здесь вот. Так, теперь нам нужно вот эту часть отвернуть наизнанку. А эту подшить. Тут уже нужно как бы... Тут эта игру прокатит. Потому что просто ту пластиковую часть она не хочет захватывать. Вроде бы и маленькая иголочка. Эта толстая. Она не проткнет. Там нужно острое игло с большим ушком. Чтобы вот эту ниточку продеть. И ее все скорректировать. Так, здесь. Что я делаю здесь? Здесь мы делаем вот так вот. Просто отгибаем эту молнию. Можно ее здесь прихватить. Вот таким вот образом. Если нужно довязать, довяжите. Вот как у вас получилось. Вот тут мы еще прекрасно. Вот так вот ее прихватить. Вот. И отгибаем сюда. Я просто подшиваю. Так, девчонки. Теперь, что хотела сказать по поводу капюшона. Ждет кто-то именно цельновязанный капюшон. Знаете, что мне пришло в голову? Здесь вот можно прошить. Насквозь. У нас прячется ниточка. Что мне пришло в голову? Мне пришло связать капюшон отдельно, чтобы он пристегивался. Вот такая у меня пришла идея. Чтобы пусть вот это вот останется. Этот воротник. И сделать на пуговицах здесь пристегивающийся капюшон. Вот как вам такая идея, девчонки? Доснять вам такой кусок? Я бы себе сделала. И вам, соответственно, бы сняла. Потому что почему-то мне не хочется уже распускать эту вещь. Она закончена. Но если будет много вас желающих именно на цельновязанный капюшон, я, конечно же, распарю. И довяжу вам капюшон, покажу. Потому что я обещала. Поэтому, пожалуйста, пожалуйста. Ваше мнение. Он тут прекрасно пришивается. Ваше мнение по этому поводу. Вы мне, пожалуйста, выскажите. Я поэтому определюсь. Если что, я же говорю, сделаю отстегивающийся капюшон. Что мне кажется удобно. Если делать ее, допустим, на пуговицах или на кнопочках. Это же можно. Я просто подумала, у меня джинсы, азовая утепленная куртка. Было бы прикольно. Этот капюшон можно наносить на куртку пристегивать. Правильно? Я считаю, что это прекрасная идея. Ну и здесь мы по открытым петлям зашьем наш воротник. Хотела я сделать кетлевку, потом я эту идею оставила. Потому что не захотела усложнять молнию. Перехожу на лицевую сторону. Здесь нужно, смотрите, чтобы Ничего у нас не перекосило. То есть, внимательно складываю. И вот так вот по петельке буду пришивать. Каждую петлю я лучше по два раза подшиваю. В общем, я думаю, понятно, да? То есть, вот здесь вот я там, где набирала петель из изнанки, просто их подшиваю. С лица вот так вот это выглядит. Смотрим, смотрим. Здесь у меня ниточка. Я ее продену крючком. Вот. Вот так вот это выглядит с изнанки. И теперь, вот видите, закончила я с этой стороны. Теперь точно так же подшиваю эту часть. Прямо подшиваю вот так вот. Здесь тоже загибаю. Смотрим. Вот здесь, чтобы было у нас. Сейчас мы подкорректируем. Немножечко подшиваю, а потом подкорректирую вверх, чтобы у нас тоже все было красиво. Так вот. так я пройдусь да ладно так есть значит я пройду девчонки подачу все-таки вот эту крылья этой молнии можно конечно же это все закрыть полосочкой не и опять же нет знаете какой продаются такие текстильные такие как же ее назвать ленты они специально для специально для этих же целей так но здесь конечно же лучше было бы взять швейную нить чтобы она не терялась пусть чтобы потерялась но опять же я в походных условиях ченки а вы возьмите швейную нить в тон молнии чтобы у вас все было красиво я делаю себе поэтому так вот я просто вот это видите чтоб не было я ее подшиваю здесь вот так сейчас еще про удержу вам покажу так девчонки показываю вот пока вот эта часть у меня пока таки остается я вам обязательно покажу готовый результат мой но только отдельным роликом вот таким вот минутным я сниму на манекене и на себе значит наша молния значит с изнанки наша молния конечно же возьмите пожалуйста нить в тон она не будет вот у меня видно да вы этого не делайте с этой стороны обязательно обязательно мне отпишитесь девчонки по поводу капюшона что мы что мы все-таки сделаем цель навязанный либо мы его сделаем отстегивающийся вот я полностью положусь на ваше мнение если что распущу горловину перевяжу на капюшон мне не трудно ну вот такая идея посетила ее я озвучила в этом в этом ролике так что вы мне посоветуйте девчонки чтобы мы сделали смотрите вот так вот выглядит эта молния она ровненько она нигде не фаудит понятное дело что утюжком я ее придавила немного мне не нравится я серой нитью это прошивала так как у меня две нити это это чуть-чуть она выделяется как бы слегка вот если у вас однотонная нить у вас этого не будет у вас все будет равномерно и красиво вот здесь понятное дело еще не доделано тут доделаю покажу вам на себе на манекене обязательно этот кардиганчик я в итоге покажу я думаю что наш проект удался девчонки напишите мне еще много у меня к вам вопросов в этом видео напишите мне вот так вот она застегивается тут расстегивается все как в оригинале напишите будем мы еще практиковать такой формат видео или мы на этом и остановимся вот как вы думаете что-то сложненькое бы выбрать такое потихонечку связать не спеша все девчонки на сегодня я думаю все результат тут у нас в принципе все результат покажу потом и она сегодня я с вами прощаюсь с вами была вика школа рукоделия всем пока пока